Самое такое ебанное для меня, что я делал, это когда я прилетел в Китай, и мне говорят, типа, слушай, у тебя же вообще охуенно английский, типа, без акцента, тебя же никто не спалит, что ты русский, кроме как по паспорту. Говорит, этим могу предложить такую работу, короче, допустим, одна китайская компания, отсосная, берет инвестицию у другой, ебучей, типа. И ты должен приходить с этой отсосной компанией вместе за один вечер до встречи выучивать бизнес-план и прикидываться, что ты белый инвестор этой компании. Это привлекает более, ну, вот эту крутую, ебучую компанию. И ты сидишь просто и причесываешь, что да, я инвестор, я нашел в них такой потенциал. В прошлом году мы вложили столько-то, инкам, столько-то процентов. Я раз в семь на таких встречах восемь был, не больше десяти. Тебе верили? Там, понимаешь, ты сидишь и ссышь, да, но это Азия. Ты едешь в метро, тебя будет минимум три рыла фоткать. Я еду в метро, я понимаю в моменте, что-то смотрю, тип, короче, меня фоткает. Так прям сидит, такой, ладно, окей. Вот так сел, и тут меня тип сразу фоткает. Окей. И тут меня тип прямо фоткает. Я такой начинаю смотреть вот так и понимаю, что кто не фоткает, просто на меня смотрит. Ну, дружить с ними, например, невозможно, потому что это предвзятая очень дружба будет. Они будут тебе вылизывать очко постоянно. Типичная ситуация. Я стою в банкомате, и что-то там я не могу разобраться, потому что одна из кнопок китайских... А, две кнопки китайские. Я, бля, боюсь не на ту нажать. Подхожу к мужику. Благо он говорил по-английски. Благо white. И благо такой, давай я тебе сделаю кайф. И, короче, помогает мне. Что-то помог, там, две минуты дело. И он мне сходу такой, что делаешь вечером? Пойдем в ресторан, я позову всю семью. Я, типа, позову всех друзей. Клуб начинает мне показывать фотки клуба. Там он уже собирается. Все, с ней кому-то, алло, давайте... Ну, то есть вот. И за 3-4 месяца до того, как поехать в Москву, я опять поехал в Китай, чтобы заработать там бабок перед Москвой. Поехал туда, а там начинается пиздец. Все нелегально работали. На улице объявление, типа, йоу, если вы видели там, блядь, иммигранта, просто скажите, что вы его тут видели. Короче, они начали прохавывать, что, блядь, из Новосиба может представляться Моникой из Лос-Анджелеса, типа, и говорить, что она американка и учит людей. Там того полно. Рустам, я знаю, ты это видишь. Я говорил тебе, что я стану известным и верни мне мои 700 юань. Короче, тип вообще легенда. Тип снял цокольный этаж в китайском доме. Ну, типа, жилом. 29, блядь, или сколько-то этажей. Подвал. Организовал там английскую школу, школу английского языка. Мы поднимаемся прям в падик, открываем дверь. Там просто трехкомнатная хата. 40 тысяч китайских детей. Блядь, Оргул. И еще кто-то, блядь, в падике. Я говорю, Рустам, тебе пизда. Тебя спалят. У тебя куча родителей стоит в подъезде. В моменте просто он пишет. Ребята, на нас облава. Всем пока. Короче, блядь. День зарплаты сегодня он не отвечает никому. День зарплаты завтра все уже в чат. И он такой, типа, ребята, мне нужно вам кое-что объяснить. Надо в видеочат. Ребята, вы все меня... Это все из-за ваших жоп. Из-за того, что вы ходите и всем трещите. Всем, короче, пошли вы все нахуй. Типа и такой, блядь, и все, я никому бабок не выплатил. Вот это было прикольно.